Ну а наш следующий разговор точно придется по душе тем, кто интересуется шпионскими играми, интересуется о том, как работает разведка на самом деле. Нашим коллегам из издания «Инсайдер» удалось найти, что самое главное, и разговорить сотрудницу службы внешнего наблюдения ФСБ России. Кстати, эту службу называют Николай Николаевич по первым буквам отдела наружного наблюдения. Какие еще тайны удалось выпытать, мы спросим прямо сейчас у автора этого материала резонансного. К нам присоединяется Сергей Канев, российский журналист-расследователь. Сергей, здравствуйте. Сергей, рады приветствовать. Сразу же хотим вас поблагодарить. Мы с огромным удовольствием прочли ваш материал. Ну и, конечно же, мы понимаем, что этот материал из разряда журналистской удачи. Как вам удалось вообще найти эту бывшую сотрудницу, да еще и вывести на такой откровенный разговор? Давайте с этого начнем. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Ну, на самом деле, я с этой сотрудницей оперативно-поискового управления познакомился еще лет 15 назад. Я работал в программе «Времечка», такая популярная телепрограмма была. И у меня был… Я ночами работал. Ночной дозор у меня вот такой был проект. И как-то проезжая по Ленинградскому шоссе в Москве, мы заметили ДТП. То есть «девятка» врезалась в иномарку. Ну, с оператором говорю, давай снимем нам в копилочку-то. И мы, значит, подъехали к этому ДТП, и вдруг водитель ДТП, женщина, стала снимать номерной знак со своей «девятки». Ну, мы тут тут же подскочили, я вижу, у нее в багажнике еще три госномера. Я говорю, слушайте, вы что, преступница? Ну, в общем, в таком духе. Погонял ее немножко, она стала скрывать лицо, там от меня бегать, я за ней. Ну, в общем, смешной такой сюжет получился. Я так уже обрадовался, вдруг эта женщина подошла и мне сказала, послушайте, не показывайте меня, потому что меня тут же уволят на следующий день. А у меня маленькая дочь. Я говорю, а откуда у вас эти номера-то? Ну, у меня же интересно все-таки, да? И почему вы стали снимать? Она говорит, вы слышали такое оперативное поисковое управление ФСБ? Я говорю, это Топтуны, что ли, видите? Она говорит, ну да, это чекистская наружка. Ну, я подумал, сначала все равно хотел показывать этот сюжет, потом думаю, ладно, пожалею, все-таки маленькая дочь. Ну, и там прошло, наверное, лет пять, она мне позвонила, говорит, привет, здрасте, благодарю вас, что меня, значит, не засветили. Ну, так мы с ней и подружились. Вот на протяжении многих лет она была моим ценнейшим источником. Рассказывала, какие процессы происходят в оперативно-поисковом управлении, какие там косяки у них, кто занимается, значит, левыми заказами, ну и так далее. Вот так я с ней познакомился. Ну, теперь она после начала войны в Украине, она уволилась из АПУ, ФСБ, и сейчас находится, ну, в относительно безопасном месте. Можно было, она мне много чего рассказала, но в России все-таки у нее осталась дочь, бывший муж, родители и так далее. Поэтому хотелось мне рассказать еще больше об этом секретном управлении, ну, нужно думать о своих героях, о людях, о их безопасности. Ну, после победы Украины выйдет вторая часть этих откровений, вполне возможно. Ну, несомненно. Может быть, еще и раньше. Да, Сергей, в таком случае материал интересный, довольно обширный, объемный. Выжимку можете рассказать нам и нашим зрителям, что конкретно удалось узнать интересного? Ну, во-первых, объекты наблюдения, за кем, значит, Николай Николаевич ведет слежку, да? Ну, то, что по заказу первой службы ФСБ, это контрразведка, там есть департамент контрразведственных операций, по их заказу круглосуточно ведется слежка за западными дипломатами. Да, но это, в принципе, ни для кого не новость и не сенсация. Но, с другой стороны, она мне рассказала, что объектами наблюдения являются и западные журналисты. В том числе, она сообщила, где стационарные посты наружного наблюдения, у каких, значит, корпунктов телекомпаний. Она, в том числе, следила. Это CNN, там CBS, BBC, газета Figaro. В том числе, она сообщила, что, в общем-то, слежка была не нужна, потому что вот эти корпункты, они находились в московских квартирах. И туда приходили, значит, довольно часто электрики, значит, сотрудники газовой службы. И там полно у них жучков, видеокамер. Их прослушивали, читали их почту, делали, значит, первая служба ФСБ, эти зеркальные сайты. Она говорит, так что мы могли и не следить за ними, потому что, ну, в общем-то, их прослушивали и так за ними следили. Ну, еще она интересно рассказала, на Садовом кольце есть дом, где проживают западные журналисты, да. И там не совсем удобно наблюдать, вот там поставить машину с камеры. И для этих целей привлекали штатных сотрудников АПУ. Это 70-летние старушки. Вот. Она садилась напротив дома, якобы торговала яблоками. На самом деле она фиксировала, кто заходит, кто выходит. Это для меня было интересно. То есть эти бабушки и дедушки начинали службу еще в 7-м управлении КГБ, вот наружка которой. И вот до сих пор передают опыт молодому поколению. То есть эта практика применяется сейчас, ведь ушла она из органов, как вы говорите, в феврале, ну, может быть, в марте прошлого года. Как попадают в Николая Николаевича? Насколько сложный отбор нужно пройти? Как учат, чему учат? Вот этими подробностями она ведь тоже делилась с вами. Да. Ну, во-первых, набирают людей, у которых непримечательная внешность. То есть которые вот не запоминаются. Поэтому моя собеседница, вот, на ней там минимум косметика была. Она говорит, что сильно постарела? Она говорит, ну, это хорошо, мужики-то на меня не обращают внимания, было удобно работать. Ну, это первое, значит, внешность должна быть непримечательной. Во-вторых, никаких наколок, не должно быть никаких тату, никаких шрамов там на лице, на руках. Потому что тоже объект может запомнить такие руки со шрамом. Ну, разумеется, никакого макияжа яркого, никакой одежды. Ну, еще не разрешают на каблуках женщинам появляться во время наружного наблюдения. Обувь должна быть удобная. Ну, в общем-то, ну и, как она говорит, нужно быть артисткой. Потому что она попадала в такие ситуации, ну, когда нужно было как-то выкручиваться. Она мне рассказала случай, я там его описываю. Они следили за одним чеченцем, которого подозревали в работе на турецкую разведку. Вели его, значит, цепочкой по Дмитрскому шоссе. Вдруг он прибавил газу и останавливается у Савеловского вокзала. И выбегает из машины и, значит, к Савеловскому вокзалу бежит. Ну, моя собеседница, старшая группа говорит, наверное, он заметил хвост. Но все равно, значит, наружное наблюдение продолжалось. Значит, этот объект стал рваться на Савеловский вокзал, а по ночам его закрывают. И он побежал во дворы. Значит, моя собеседница за ним следом, а коллеги вдоль Дмитровского шоссе. То есть, посмотреть, куда он хочет, значит, скрыться. И вот она говорит, я выбегаю. А этот товарищ расстегивает штаны и начинает малую нужду справлять. Она говорит, ну что было делать? Я села рядом. Вот, якобы я тоже захотела в туалет. И чеченец оказался джентльменом. Он говорит, а, ничего, не бойся. Давай, дело свои дела, я тебя посторожу. Ну, вот такой. Потом один коллега видел эту картину и все время ее несколько лет подкалывал. Говорил, ты никуда не хочешь? Давай, я тебя посторожу. Сергей, если не ошибаюсь, барышня еще и пожаловалась на то, что ныне кадры уже не те. Набирают далеко не лучших из лучших. Ну, бич всех российских спецслужб – это пьянство. И поэтому она мне рассказывала такие вещи, как во время наружного наблюдения, значит, два инструктора, их не называют оперативники, они инструктор и старший инструктор. Значит, старший инструктор и инструктора не поделили как-то вот они во время наружного наблюдения поссорились и началась драка между ними. Пока они, значит, били друг другу морду, у старшего группу таксист украл его сумку, и там лежала его зарплата. Вот. Ну, такие случаи. Потом она рассказала, что взяли, значит, смазливую деваху в управление. Вот. Она шла пьяная после какой-то вечеринки. И у нее, значит, похитили, вырвали сумку, где находились деньги, удостоверение ФСБ и так далее. А наутро позвонили из полиции и сказали, слушайте, вот тут у нас заявительница, она у нас на спецучете как наркоманка стоит. Она еще с детства нюхала клей-момент, а теперь, значит, она как наркоманка проходит. Но мать себе сидит, говорит, я ничему не удивляюсь, а вот этот случай у них, конечно, ужасный был. Когда оперативник, достаточно у него большой опыт был, он напился пьяный и стал избивать свою супругу, жену. И переломал ей все кости, все, что мог. Она лежала, хрипела, умирала, а он по привычке для отчета стал ее снимать, значит, на планшет. Вот. Ну, там все, конечно, ну, в шоке от такого случая. Убил красавицу жену, да. Непонятно, какая причина там. Ну, много там косяков у них, все, короче, связано с пьянкой, с пьянками, еще с какими-то там, с деньгами. Они же занимаются левыми заказами еще. Подрабатывая, да. Да, там есть любимчики генеральские, которые не участвуют в оперативных мероприятиях и выполняют только коммерческие заказы. Ну, например, кто-то последит за женой, за конкурентом. Суммы там достаточно большие. В сутки работа, вот эта стоимость может достигать 10 тысяч долларов. Вот такая наружка. Понятно. Сергей, а вы не интересовались в последние годы, когда гайки начали закручиваться, ведь этот процесс начинался еще до полномасштабного вторжения в Украину, увеличилось ли количество этих топтунов, как называется, да, те, которые следят? Сейчас же за политическими точно будут пристально следить. И дала ли она вам какие-то советы, как обнаружить, что Николай Николаевич, этот пресловутый, за твоей спиной? Ну, во-первых, если профессиональная наружка, а чекистская наружка достаточно профессиональная, обнаружить, ну, никак. Невозможно. Ну, на автомобиле, когда они идут там, цепочка за тобой, то есть они меняются постоянно автомобили, и запомнить нет. Но есть хорошее правило – четыре поворота. То есть если вы едете и чувствуете, что за вами слежка, нужно повернуть четыре раза. Вот три еще может быть совпадение, что тоже человек туда едет. А четыре – нет. То есть вычислить можно. Ну, они используют разные знаки, значит, руками. Ну, трудно их вычислить, но некоторым удается. Но это профессионал, который сам работает наружке, он может распознать наружное наблюдение. Вот. Но простому гражданину нет. Практически нет. Что касается атмосферы, она рассказала, что вот после нападения на Украину стало много бестолковой работы. То есть начальство требует, это по заданию первой службы контрразведки, значит, искать, выискивать, где-то вычислять украинских шпионов. А где их вычислять-то? Вот. Приходится выдумывать всякие истории, какие-то аресты. Мы, говорит, занимаемся следом. Она говорит, мы ведем объекты. Я понимаю, что это простой человек там. Это на стройке. Он там работает. Ну, своим родственникам в Украину, конечно, он пишет там какие-то дела. Дела, ребята, как переживают за вас. Ну, перехватывает его почту там и как-то в соцсетях его вычисляют. И начинает за ним слежка. Ну, она говорит, что, ну, видно, что человек-то не... Это нормальное явление, да? Звонит своим родственникам, где идет война, и спрашивает, ну, как вы там? Деньги до вас дошли. Там, ну, как брат, как сват. Ну, вот такие шпионы сейчас, таких шпионов ищут. Ну, да. Сергей, есть такая закономерность, ее легко можно наблюдать, в отличие от топтунов. Что, чем хуже ситуация на поле боя для оккупантов российских, тем больше появляется историй о героях. Якобы героях. Кто-то лег на гранату для того, чтобы своих сослуживцев защитить и так далее. Инсайдер проверил ряд таких историй. Что удалось выяснить? Как на самом деле дела обстоят? Ну, это тоже мой материал. Я его тоже делал. Я подметил тоже, как ситуация на Украинском фронте ухудшается. Тут же появляются Александры Матросовы, Гастелло и так далее. И когда я стал проверять вот эти случаи с накрытием гранат, то выяснилось, что практически нет свидетелей. На самом деле бои проходили совсем не так, как пишут официальные провластные СМИ. Я этим заинтересовался и примерно отобрал 40 случаев. Из них выбрал там, по-моему, 7 или 8. И выясняется, что все не так. К примеру, там старший лейтенант Серафимов такой из Псковской бригады ГРУ. В честь него назвали школу, сквер, везде его распиарили. Было написано, что он убил, значит, командовал штурмовой группой, убил 30 украинских военных и подорвал БМП БЦФАЛ. Но когда начинаешь копаться в этом бою и даже видишь эти зеблогеры и прокремлевские военкоры даже сами пишут, что этот бой был позорным для ГРУ. Это позор, действительно. И людей послали в Харьков, штурмовую группу. Им сказали, что в Харькове вас встретят пророссийские активисты с хлебом, с салом, с чесноком. Вы должны с ними объединиться и, значит, занять какие-то позиции в Харькове. Ну, на трех бронеавтомобилях эта штурмовая группа поехала. В Харькове они никаких пророссийских активистов не встретили и стали вслепую блуждать по городу. Наконец, их блокировала 92-я бригада ВСУ, полицейский спецназ. ГРУшники бросили свои бронеавтомобили, большую часть боекомплекта, в том числе рации бросили, и укрылись в школе в Харькове. Им несколько раз предлагали украинцы сдаться, но они говорили, нет, мы будем держаться до конца. Но они ждали подкрепления. Но подкрепления так и не пришло. В конце концов, украинцы прямой наводкой расстреляли школу. Вот. Погибли, значит, там 18 человек, в том числе Серафимов, который получил героя. Вот. И я связался, значит, с этими ГРУшниками. Вот. И спросил, а кто видел-то, как Серафимов накрыл гранату? Нет. Есть свидетели какие-то. Потому что я вижу, что там все пишут, что это позорный бой. Ну, очевидно, никто. И генералов надо расстрелять, кто послал. Очевидно, никто, потому что все, кто мог, накивали пятыми. И в очередной раз доказали всю ложность их пропаганды. И вот это вот своих не бросаем, оно не работало. Сергей, спасибо огромное за этот интересный разговор, за вашу работу и за ваше интересное издание. Сергей Канев, российский журналист и расследователь, присоединялся к нашему эфиру. Героям слава. Спасибо.